Купание стального коня, авто. Рисунок к статье. 2 апреля 2015 года 7.35, Павел Жуков, текст фото-видео. Купание стального коня, как правильно пользоваться мойками самообслуживания. Точки, где можно самостоятельно помыть машину, все чаще появляются вдоль дорог. Достаточно накормить автомат парой купюр, и автовладельцу предоставляется свобода действий. Вот только не у каждого получается навесать идеальную частоту. Почему? Главное, инструкции казалось бы, надо всего лишь помыть машину, что в этом сложного. Однако если делать это, основываясь на интуиции, результат не всегда оправдает ожидания. Поэтому нужно четко следовать инструкции. Как правило, автомойка предоставляет из себя набор из пяти, количество может незначительно варьироваться, опции. Два вида маяк, предварительная и основная, минус затем ополоскивание, покрытие воском и, наконец, блески сушка. Нередко встречается фишка минус помывка дисков. Ее особенность в том, что специальной жидкостью нельзя попадать на лакокрасочное покрытие автомобиля. На этот вид мойки, по задумке создателей, должно уйти максимум 15 секунд. Как только автомат проглотил купюры, можно вынимать пистолет и выбирать нужную опцию. Предварительная мойка и ее главная задача – увлажнить грязь, но сделать это мягко, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Для достижения лучшего результата поливать автомобиль необходимо равномерно, начиная сверху. Не стоит пытаться сразу смыть весь грязевой налет. Ведь задача химических элементов, находящихся в жидкости, как мы помним, просто размягчить ее. На предварительную мойку отводят 40-50 секунд. Основная мойка тут все понятно. Орудуя пистолетом с горячей водой и пеной, необходимо смыть плоды предыдущей мойки. По идее, для наведения частоты достаточно двух минут. Чтобы результат был хорошим, нужно сначала мыть бока машины, затем нос и корму, а после – все остальное. Ополаскивание – это опция необходима для устранения оставшейся пены. Для этого хватит и минуты, потому что ополаскивание – незавершающий этап мойки. Смывание происходит необычно водой, а дистиллятом, полученным в результате особой фильтрации. Воск покрытия и воском убережет автомобиль от пыли, грязи и всевозможных химических реагентов. На процедуру отведено 60 секунд. Блески сушка – финальный этап водных процедур, один из самых важных. Выбрав эту опцию, автомобиль можно окатить напором деминерализованной воды, в которой содержатся вещества, специализирующиеся на быстром высыхании поверхностей. Так что, любовно протирать тряпочкой стального коня не нужно. Волшебные вещества не только защищают лакокрасочное покрытие автомобиля, но и придают ему блеск. На процедуру отведено ровно 2 минуты. Если четко следовать инструкции, то после мойки автомобиль будет абсолютно чистым и блестящим. Но многие автовладельцы пренебрегают правилами, останавливаясь только на режимах основной мойки и ополаскивания. А воском практически никто не пользуется. Из-за этого автомобиль сохнет гораздо дольше, а пачкается, наоборот, в разы быстрее. Помыть за 10 минут по задумке создателей. Клиент на мойке самообслуживания должен уложиться примерно в 10 минут, пройдя поочередно все круги опций. Вот только посетители, отзывов которых полно на автофорумах, не всегда с этим согласны. Главные претензии сводятся к тому, что часто на мойках слабый напор, а вместо пены, слегла подмыленная вода. С таким набором можно разве что пыль сбить или снег. Иногда не работают некоторые режимы или концентрация химических примочек недостаточно сильная. За химию отвечают хозяева автомоек. Именно они, а не посетители регулируют концентрацию и силу напора. В идеале, когда стоит режим основная мойка, пистолет нужно держать с небольшим напряжением. Если же напор слабый, это уже сервисные проблемы, которые необходимо устранять. Редко, но все же можно встретить и такие мойки самообслуживания, где химию и напор можно регулировать самостоятельно. Это, конечно, очень удобно. Учитывая не всегда идеальную работоспособность майок, автовладельцы уже научились под них подстраиваться, выработав собственные режимы. Кто-то сначала намылит авто и ждет несколько минут, чтобы химия схватилась. Другие держат пистолет практически впритык с автомобилем, выжидая определенное время после каждой процедуры. Третьи меняют опции местами. Итог автомойкам самообслуживания, даже если они работают правильно, под силу справиться только со слабым налетом грязи. В идеале, со свежим, испачкался, заехал, помылся. Поэтому не стоит ждать чудес, если искупать надо автомобиль, который неделю простоял после грязевой ванны. Корки засохшего налета автомойкам не по зубам. Тут может помочь только самая обыкновенная мойка, где за мытье отвечают профессионалы. Фото, Валерий Моицин, Слештас, читайте последние новости и материалы свободной прессы в социальных сетях. Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Живой журнал и Мир Тесен. Продолжение следует...